До 2020 года в Татарстане, так же как и в других регионах страны, должны появиться новые тюрьмы, соответствующие европейским стандартам. Этого требует концепция развития уголовно-исполнительной системы России на ближайшее десятилетие. Однако из 50 тюремных помещений нашей республики новым требованиям соответствует пока всего лишь 4. Кроме того, в ближайшее время планируется перепрофилирование детской воспитательной колонии в детский воспитательный центр. Об этом, в частности, шла речь сегодня на итоговой коллегии управления исполнения наказания. Как проблему собираются решать, знает Инна Данилова. Сейчас в местах лишения свободы на территории Татарстана находятся 13,5 тысяч осужденных. И до 2020 года условия их содержания должны измениться. По новой концепции развития исправительной системы колонии должны уйти в прошлое. Вместо них будут только тюрьмы и поселения, но совершенно иные, нежели сейчас. По концепции должно содержаться в помещениях и камерного типа, и пубрикового содержания не более 6 человек, где должно быть свой санузел и все то, что необходимо. Проведено обследование всех имеющихся жилых помещений, которые у нас имеются в учреждениях. К сожалению, я должен сказать, всего из 54 помещения на сегодняшний день подлежат реконструкции, а остальные, вместо них надо строить новые корпуса. Сейчас идет подготовка для строительства нового исправительного учреждения под Казанью на 500 мест. На эти цели потратят около 3,5 миллиардов рублей. Всего же таких учреждений должны построить, как было сказано, минимум 4. И все они должны быть оборудованы новейшими системами охраны. Правильно с этим необходимо навести более жесткий порядок в уже существующих исправительных учреждениях. Пока же, как отметил прокурор Татарстана Кафили Амиров, за 2011 год по сравнению с 2010, количество правонарушений, совершенных непосредственно в местах лишения свободы, увеличилось на 90%. В этом году в колониях во время обысковых мероприятий было изъято 993 литра спиртных напитков к кустарному производству. То есть самогона, браги. Ведь брага – это тот продукт, который изготавливается непосредственно, что называется, в колонии. Одна из главных причин всего этого подчеркнул прокурор Татарстана – в низкой трудовой занятости осужденных. Из них пока работают только 30%. Но мы прекрасно понимаем, что это нужно делать. Не в целях даже экономики Татарстана, а в первую очередь тех людей, которые находятся там, те, которые через год, через два, через три или через пять лет в большинстве своем выходят на свободу и приходят к нам. В целом же, как было отмечено на коллегии, работа Республиканского управления исполнения наказаний была оценена положительно. Инна Данилова, Илья Шорин. Вести. Татарстан.